Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Отец Иммануил Если мы говорим об истинном имени Бога, то должны сказать «Христос». В нашей религии есть троица – Отец, Сын и Святой Дух. Мы полагаем, что узнать имя Бога можно только через откровение от Сына Бога. Иисус Христос открыл нам имя Отца, поэтому мы считаем имя Христос именем Бога, полученным от Него через откровение. Шрила Прабхупада Фактически нет разницы Кришна или Христос, имя одно и то же. Главное – следовать указаниям ведических писаний, рекомендующих в этот век воспевать имя Бога. Самый легкий путь – повторять Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Раму, Хари Раму, Рама Раму, Хари Хари. Рама и Кришна – имена Бога, а Хари – энергия Бога. Так что, когда мы повторяем Маха-мантру, мы обращаемся к Богу и Его энергии. Эта энергия бывает двух видов – духовная и материальная. Сейчас мы находимся в когтях материальной энергии. Поэтому мы молим Кришну о том, чтобы Он милостиво освободил нас от служения материальной энергии и позволил служить духовной. В этом суть нашей философии. Хари Кришна означает «О, энергия Бога! О, Бог Кришна! Пожалуйста, займи меня служением Тебе!» Мы должны служить чему-нибудь, потому что такова наша природа. Так или иначе, мы стали служить материальным вещам. Но когда это служение преобразуется в служение духовной энергии, наша жизнь становится совершенной. Практика Бхакти-йоги любовного служения Богу подразумевает, что человек освобождается от всевозможных внешних самоотождествлений, типа индус, мусульманин, христианин и тому подобного, и просто служит Богу. Мы создали христианскую, индуистскую и мусульманскую религии. Но когда мы придем к религии без внешних определений, в которой не будем считать себя ни индусами, ни христианами, ни мусульманами, тогда сможем говорить о чистой религии, Бхакти. Отец Эммануил, Мукти, Шрила Прабхупада, нет, Бхакти. Когда мы говорим о Бхакти, это подразумевает и Мукти, освобождение от материальных страданий. Без Бхакти не может быть Мукти. Но если мы действуем с позиции Бхакти, то Мукти подразумевается. Об этом говорится в Бхагавадгите. Тот, кто полностью занят преданным служением и не падает ни при каких обстоятельствах, сразу же поднимается над гунами материальной природы и таким образом достигает уровня Брахмана. Отец Эммануил, Брахман — это Кришна, Шрила Прабхупада. Кришна — это пара-Брахман. Брахман осознается в трех аспектах, как безличный Брахман, как локализованная Параматма и как личностный Брахман. Кришна — личность, и Он является верховным Брахманом, так как в конечном счете Бог — личность. Это подтверждается в Шримад-Бхагаватам. Сведущие трансценденталисты, познавшие абсолютную истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой или Бхагаваном. Постижение Бога как аспекты верховной личности — вершина осознания Бога. Он обладает во всей полноте шестью достояниями. Он самый сильный, самый богатый, самый прекрасный, самый знаменитый, самый мудрый и самый отрешенный. Отец Эммануил. Да, я согласен. Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада. Приближенных к Верховному Господу. Отец Эммануил. Но наше понимание имени Бога ограничено. Шрила Прабхупада. Да, мы ограничены. Но Бог безграничен. И поскольку Он безграничен, то есть абсолютен, у Него бесконечное множество имен, каждый из которых есть Бог. Мы можем осознать Его имена в той степени, в какой развит наш духовный разум. Отец Эммануил. Можно задать вопрос. Мы, христиане, также проповедуем любовь к Богу и пытаемся достичь любви к Богу и служить Ему всем сердцем и душой. Так в чем же разница между вашим движением и нашим? Почему вы посылаете своих учеников в западные страны проповедовать любовь к Богу, если Евангелие Иисуса Христа несет то же самое послание? Шрила Прабхупада. Проблема в том, что христиане не следуют заповедям Бога. Вы согласны? Отец Эммануил. Да, в значительной мере вы правы. Шрила Прабхупада. Так в чем же тогда смысл любви к Богу, которую проповедуют христиане? Если вы нарушаете волю Бога, где же ваша любовь? Поэтому мы пришли учить людей тому, что значит любить Бога. Если вы любите Его, вы не можете не повиноваться Его воле. Если же вы не повинуетесь Ему, то у вас нет настоящей любви. Люди во всем мире любят не Бога, а своих собак. Поэтому движение сознания Кришны необходимо, чтобы научить людей, как возродить в себе забытую любовь к Богу. Виноваты не только христиане, но и индусы, мусульмане и все остальные. Они навесили на себя ярлыки «христианин», «индус», «мусульманин». Но не повинуются Богу. Вот в чем проблема. Гость, можете ли вы сказать, в чем выражается неповиновение христиан? Шрила Прабхупада. Конечно. Прежде всего, содержа бойни, они нарушают заповедь «не убей». Вы согласны, что эта заповедь нарушается? Отец Иммануил. Лично я согласен. Шрила Прабхупада. Хорошо. Следовательно, если христиане хотят любить Бога, они должны прекратить убивать животных. Отец Иммануил. Но разве самый важный момент это не Шрила Прабхупада? Если вы пропустите хотя бы одно действие, ваши вычисления будут ошибочны. Независимо от того, что вы будете потом прибавлять или отнимать, ошибка уже вкралась в расчеты, и все, что последует за этим, будет неверно. Мы не можем просто принять ту часть Писаний, которая нам нравится, отвергая ту, которая нам не нравится, и при этом надеяться получить нужный результат. Например, курица откладывает яйца задней частью тела, а ест клювом. Фермер может решить. Передняя часть курицы мне слишком дорого обходится, потому что я должен ее кормить. Не лучше ли отрезать ее? Но без головы не будет больше яиц, потому что тело мертвое. Аналогичным образом, если мы отвергнем трудную часть Писаний и будем повиноваться тому, что нам нравится, то такая интерпретация не принесет нам пользы. Мы должны принимать все указания Писаний так, как они даны, а не только те из них, которые нас устраивают. Если вы нарушаете первую заповедь «Не убей», то как можно говорить о любви к Богу? ГОСТЬ Христиане считают, что эта заповедь относится к людям, а не к животным. Шрила Прабхупада Это означало бы, что Христос был недостаточно разумен, чтобы употребить верное слово «убийство человека». Убийство Убийство относится только к человеку. Вы полагаете, Иисус Христос был недостаточно разумен, чтобы употребить правильное слово «убийство» вместо слова «убиение». Убиение подразумевает любого рода убийство, в особенности убийство животных. Если бы Христос имел в виду только убийство людей, Он употребил бы слово «убийство». Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука. Самоосознание». Слушайте... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...